Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, авторы Мерзляк Полонский и Кир под номером 803. Функция задана формулой y равно 0,2x-5. Нас просят заполнить таблицу соответствующих значений x и y. Давайте мы построим таблицу у себя в тетрадях. Итак, запишем формулу, которая задает данную функцию y равно 0,2x-5 и будем заполнять таблицу. Итак, первый столбик. Нам известно значение аргумента. С помощью формулы мы можем с вами найти значение функции y от 4 равно... Подставляем формулу вместо x 4. Тогда мы 0,2 умножим на 4 и вычтем 5. 0,2 умножаем на 4, это 0,8 минус 5. Результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 5 целых вычитаем 0,8, получаем 4,2. Итак, значение функции равно минус 4,2, если значение аргумента равно 4. Под номером 2. На этот раз нам известно значение функции, неизвестно значение аргумента. Поэтому составим с вами уравнение 0,2x минус 5 равно 2. Прибавим к обеим частям уравнение 5. Тогда в левой части уравнения у нас будет сумма противоположных чисел минус 5 и 5. Она равна 0 и останется 0,2x. В правой части мы к 2 прибавляем 5, получаем 7. Умножим обе части уравнения на 5, потому что 0,2 и 5 это противоположные числа. Если мы 0,2 запишем обычной дробью, это будет 0,2 сокращаем на 2, 1,5. И тогда в левой части 0,2 умножаем на 5 это 1, 1 умножаем на х это х. В правой части 7 умножаем на 5 это 35. Итак, мы нашли значение аргумента. он равен 35, если значение функции равно 2. И снова ищем значение функции, если нам известно значение аргумента, и оно равно минус 1,5. у от минус 1,5 равен. Подставляем формулу 0,2. Умножаем на минус 1,5 и минус 5. Произведение двух чисел с разными знаками и результат отрицательный. Ставим знак минус. Теперь 2 умножаем на 15 это 30 и отделяем запятой два знака, получаем 0,3. И минус 5. Мы складываем два отрицательных числа, результат отрицательный, ставим знак минус, складываем модули, к 5 целым прибавляем 0,3, получаем 5,3. Итак, значение функции равно минус 5,3 при значении аргумента равном минус 1,5. Под номером 4 нам опять известно значение функции, ищем значение аргумента. Составляем уравнение 0,2х-5 равно минус 1,4. И так же прибавляем 5 к обеим частям уравнения, получим в левой части уравнения 0,2х. В правой у нас сумма чисел с разными знаками. Перечислом с большим модулем знак плюс, поэтому результат будет положительный. И вычитаем из большего модуля меньше. От 5 вычитаем 1,4, получаем 3,6. Умножаем обе части уравнения на 5 и получаем х равен 36 умножаем на 5. 30 умножаем на 5, 150. 6 умножаем на 5, 30. 150 плюс 30, 180. И отделяем запятой один знак, получаем 18. Итак, значение функции будет равно минус 1,4, если значение аргумента будет равно 18. И заполняем последний столбик. Если значение аргумента у нас равно минус 3, то значение функции мы сейчас с вами найдем по формуле. Подставляем место х, минус 3, и тогда это будет 0,2. Мы получим с вами числовое выражение, умноженное на минус 3 и минус 5. 0,2 умножаем на минус 3, будет минус 0,6. И еще минус 5. Сумма двух чисел отрицательных, результат отрицательный. Складываем модули. К 0,6 прибавляем 5, получаем 5,6. Итак, минус 5,6. Значение функции, если значение аргумента равно минус 3. Все, мы справились с вами с задачей. Заполнили таблицу соответствующих значений x и y. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok